добрый день дорогие друзья с вами капля и мы говорим о наставничестве сколько может быть учеников у наставников их может быть миллион но на мой взгляд очень важно понимать то насколько расширено твое сердце если ты вот засунешь свое сердце там тысячи учеников у меня два вопроса поместятся ли они там и если по месяца не будет ли им там тесно господь говорит что мне тесно в сердцах ваш да мы понимаем что бог большой но знаете когда мы строим взаимоотношения с богом который любящий который все прощает который снизойдет к любой нашей немощи и даже не упрекнет и ему бывает тесно в нашем сердце то в этом случае я думаю что люди которые будут не благодарны скверно говорить о вас не слушаться и так далее так далее они гораздо более объемны в этом смысле и если богу который примет любую форму для того чтобы помочь тебе ему тесно то как быть с людьми я читал книгу одного известного пастора это как быть пастором без слез и суть этой книги сводится к одному абстрагируйся от них не принимай ты близко к сердцу что он тебе там говорит не бери на себя лишнее но я знаете о чем думаю а это возможно моя дочь недавно заболела ангины это маленькое потрясающее существо девочка которую я люблю больше всего на свете и она больна она мечется в жару у нее жар она не может спать она вся потная ей плохо я не могу спокойно спать рядом я не сплю потому что я ее люблю когда из моих учеников у кого-то возникают какие-то проблемы я не могу спать спокойно потому что я люблю и когда мне дают совету говорят да не бери ты на себя иисус взял и понес иисус взял и понес и я с этим согласен но когда я демонстрирую равнодушие то являюсь ли я на самом деле наставником для этого человека являюсь ли отцом для своих детей если ему плохо я просто отвернулся к стенке и сплю говоря знаешь там иисус понес твои проблемы иди грейся и питайся это извращенное вот это учение оно оно должно быть просто я не знаю выкорчевана из нашей церкви из сердец людей сколько должно быть учеников я думаю что столько за скольких ты сможешь не спать столько за скольких ты сможешь стоять в проломе брать посты когда это потребуется молиться сколько это людей иисус будучи богом будучи тем кто полностью был посвящен служение взял не больше двенадцати человек и я думаю что мы с вами не больше иисуса несколько посмотри в свое сердце может быть это один человек попробуй послужи одному по-настоящему не собираясь раз неделю обучая их каким-то вещам действительно разрывая собственное сердце как апостол павел рассказывает о том как он служил своим ученикам меня это потрясает он даже соблазнялся вместе с ними можешь ли ты это сделать для одного сделай для двух нет не нужно 2 сколько у тебя может быть наставников я на сто процентов уверен что столько сколько тебе угодно моей жизни это несколько людей во первых это мой личный наставник человек который будем говорить такой генеральный отец человек который берет все основные сферы жизни мне еще которыми я обязательно советуюсь и подотчетен в вопросах служения вопросах семьи и в некоторых других вопросах если вы хотите иметь одного наставника найти такую универсальную отмычку то ее не существует каждый человек в той или иной сфере может быть просто профаном при этом очень неплохим служителем хорошим проповедником но при этом не уметь печь блины поэтому если в вашей жизни есть определенные сферы где вы нуждаетесь в наставничестве найдите человека который в этом наилучшим образом справлять